Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта «Экзегет» читаем книгу Осии. Ну и в 14 главе еще раз подведение итогов всей книги пророка Осии. Виновна Самария в мятеже против Бога своего. Пойдет она от меча, пронзят ее младенцев, рассекут беременных. Он очень конкретно описывает, как воевали ассирийцы. Жестокий мир, где Гаагская конвенция, обращение с мирным населением, все это не значило ничего. Израиль, обратись к Господу, Богу своему, ты споткнулся о собственный грех. Ну вот уже конкретный вывод. Очень хорошая фраза «споткнулся о собственный грех». Часто говорят наказание, но это люди грешат, Бог приходит и там бьет их за это, насылает всякие бедствия. Да нет, ты споткнулся и падаешь, и падаешь, и разбиваешься. Но это скорее следствие того, что ты сделал сам, а не нечто, что там тебе прилетает за плохое поведение. «Приготовьте нужные слова и вернитесь к Господу и скажите Ему, прости нам все грехи и прими нас добром. Мы приносим тебе свои уста, как жертвенных быков. Не будем впредь искать спасение Василии, садясь на коней. Не будем впредь звать богами нашими творения наших рук». Очень простые условия покаяния, да, просьбы о прощении, приносим уста, как жертвенных быков, то есть не нужны никакие особые ритуалы, достаточно Богу сказать. Потому что, как в ситуации, когда люди друг друга любят, друг другу доверяют, им достаточно сказать друг другу. И вот не будем искать в Осирии спасение, в собственной войске, то есть в зарубежной стране или в могуществе собственной. Не будем звать богами творения наших рук, то есть не будем пытаться помимо тебя самостоятельно с этим справиться. «И если это покаяние произойдет, то тогда у врачую от падения их охотно явлю им мою любовь, покинет их мой гнев. Буду я для Израиля росой, и он, как лилия, расцветет, глубоко пустит корни, как ливанский кедр. Раскинутся побеги его, будет он прекрасен, как олива, будет пахнуть, как ливанский лес». Ну, то есть, все понятно, да? Красота, процветание, благополучие. И вот только надо обратиться к Богу, и все. Как у Осирии это просто. «Вернуться в тень его, этого ливанского леса, все, кто под ней обитал, значит, разбрелись, израильтяне, вот они вернутся. Вырастет зерно, расцветут, как лоза, и прославятся, как ливанское вино». Вот, то самое, в поисках чего люди часто утрачивали, Бога его себе об этом говорит, вино, зерно, то есть, благополучие, достаток, удовольствие и всякое прочее. Все это будет. Более того, оно будет в изобилии, оно будет лучшего качества, все будет славным, но дело только в том, где приоритет. Неплохо искать благополучие, неплохо надеяться на сытость, на даже и вино, совсем ничего дурного нет. Нет, вопрос в том, что на каком стоит месте. «Ефрем, что общего с идолами у меня? Это я отвечаю тебе и храню тебя. Я подобен зеленеющему кипарису, и плоды твои приходят от меня». Вот, собственно, главный итог книги пророка Осии. «Идолы творения твоих рук». «Я, — говорит Господь, — это я, я даю тебе все то, что на самом деле у тебя есть, включая то, что ты считаешь своим произведением, своим достижением. Вот, собственно, и вся разница. Более того, не просто я даю тебе, как некий источник, там, банковский счет, который позволяет много чего купить. «Я тебя храню, отвечаю тебе». То есть беседа, взаимность, взаимопринятие, готовность к диалогу. Ведь очень бывает часто так, что, да, там, мы можем получить нужные нам какие-то там, не знаю, деньги, средства, что-то еще, но нету вот такого, знаете, общения, благополучия. Вот все плохо при этом, да? Вот не слушают нас, вот не любят нас. А здесь-то даже дело не в том, что даю тебе, а дело в том, что слушаю, храню и отвечаю. «Я подобен зеленеющему кипарису, и плоды твои приходят от меня. Кто мудр, тот это поймет. Кто разумен, тот будет знать. Пути Господни, прямые пути. Праведные пойдут по ним, а нечестивые споткнутся». Вот очень простой тоже вывод, что пути Господни прямые. Люди всегда стремятся сократить, срезать, пойти в обход как-то неприятных моментов. А Господни пути прямые, и честные пройдут, нечестивые споткнутся. Вот и все, потому что они ходят кривыми ногами, потому что запинаются. Простой вывод. Простая книга, длинная книга пророка Осии, которую я прочитал в своем переводе в рамках проекта «Экзегет», но очень похожая на многие другие книги пророческие Ветхого Завета. И я надеюсь, что другие лекции тоже вас в этом проекте заинтересуют. Продолжение следует... Продолжение следует...